В этом видео вы узнаете о том, как создавать и настраивать сетевые услуги Y-Clients, как перемещать услуги филиала в сеть, а также о том, какие отчеты по услугам доступны в рамках сетевого интерфейса. Сетевые услуги отличаются от услуг филиала тем, что их можно использовать во всех филиалах, которые добавлены в вашу сеть. Таким образом, вам не нужно создавать одинаковые услуги во всех филиалах, их можно один раз создать в сети. Прежде чем перейти к созданию услуг, создайте подразделение услуг в разделе «Услуги подразделения». Подразделение услуг используется в сетевых отчетах для более гибкой фильтрации показателей. В подразделение вы можете добавить несколько категорий услуг. Кроме того, одна категория может входить в несколько подразделений. Для создания нового подразделения нажмите на кнопку «Добавить подразделение», укажите название подразделения услуг, а затем сохраните подразделение. Для создания сетевой услуги перейдите в раздел «Услуги» — «Настройки услуг» в сетевом интерфейсе. Нажмите на кнопку «Добавить категорию», укажите название категории для отображения в настройках и отчетах, затем название, которое будет использоваться в виджете онлайн-записи, а также выберите подразделение услуг, в которые необходимо добавить создаваемую категорию. Сохраните изменения. Перейдите в раздел «Услуги» — «Настройки услуг» и выберите категорию, которую только что создали. Приступите к добавлению услуги, нажав кнопку «Добавить услугу». Укажите название услуги для аналитики и настроек и название для онлайн-записи. В случае необходимости измените категорию и выберите тип услуги, а затем добавьте фотографию и сохраните изменения. Услуга появится в списке услуг категории. Чтобы добавить услугу в филиал, перейдите в раздел «Услуги» — «Миграция услуг». Прежде чем подключить к филиалу услугу, нужно добавить в него сетевую категорию, в которой содержится услуга. Для этого отметьте флажком сетевую категорию или несколько категорий услуг, а затем нажмите кнопку «Настроить в филиалах». Выберите филиалы, в которых требуется добавить категорию и сохраните изменения. Выберите услугу или несколько услуг в категории, которую вы добавили в филиал. Нажмите на кнопку «Настроить в филиалах» и выберите филиалы для добавления услуги. Сохраните изменения. Перейдите в филиал для дальнейшей настройки услуги. Если у вас уже есть категории и услуги в филиале, вы можете сделать их сетевыми в разделе «Услуги» — «Миграция услуг». Услуги и категории услуг, которые уже добавлены в сеть, отмечаются специальной иконкой рядом с названием. Выберите еще не добавленную в сеть категорию услуг и нажмите на кнопку «Объединить услуги». В модальном окне укажите название сетевой категории, если требуется его изменить, а затем сохраните изменения. После обновления страницы рядом с названием категории появится значок сети. Повторите действия для каждой из услуг в категории. Обратите внимание, что одновременный выбор нескольких услуг или категории услуг приведет к их объединению в одну, поэтому для переноса в сеть услуги и категории нужно выбирать по одной. Если у вас есть одинаковые услуги в сети и в филиале, то вы можете объединить их, воспользовавшись интерфейсом миграции. Выберите несколько категорий или услуг, которые требуется объединить в одну, а затем нажмите на кнопку «Объединить услуги». При необходимости укажите новое название, а затем сохраните изменения. Вместо нескольких категорий услуг появится единая сетевая категория. В сетевом интерфейсе существует возможность просмотра сводной аналитики по услугам для всех филиалов сети. Для просмотра отчета перейдите в раздел «Услуги», «Аналитика». В отчете вы сможете найти финансовые и другие показатели за выбранный период времени. Гибкая настройка отображения и фильтрации показателей позволит вам получить подробную информацию об услугах, оказываемых в ваших филиалах. Более подробную информацию о работе с услугами в сети вы можете найти в соответствующих статьях в базе знаний. Ссылки на статьи в описании к видео.